Друзья мои, ну не получилось опять одним разом, все продолжение, продолжение получается. Ну, не выдержала камера, на паузе вырубился. Сейчас вроде спускается уже. Вот эти 7 штук, которые вот, буквально перед этим я сейчас буду выставлять, а пока снимаю будет этот. Ну, то я, наверное, назову, а так и, наверное, сороки, все-таки сорока напала. Ну, а это, на птенца. Ну, сейчас придумаем, как назвать ролик. Ну, вот комментарии читаю там, ну, каждый высказывает свое мнение там, все нормально, все хорошо. Только, друзья мои, просьба вам одна, чуть поменьше пишите, глаза болят от этого-то. Просто, ну, если можно, по сушеству там. Ну, к Саше хочу обратиться, Саша, дружище, без всяких обид. Вот я когда посмотрел, ну, по скайпу, когда с тобой разговаривали, в общем, пока ты, когда ты разговаривал про кенеров, показывал там, как ты их учишь, мне сложилось впечатление, что ты профессионал в этом деле. Ну, а как сейчас вот ты говоришь, что там у кенеров другое, то другое, понимаешь, я уже начинаю менять свое мнение. Потому что любой киноработ тебе скажет, что сила кенера находится в том, что настолько дольше может тянуть, громче может тянуть. Это его сила. Когда зоб надувается там, у него гортан надувается, он там выкладывается во всю. Ну, и сам прекрасно знаешь, в одном месте у них как геморрой у самцов появляется там. Это зависит от пени, то есть у них сила в пени, у них сила в мозгах запоминать эту песню. У голубей в бое, вот в нашем там, в бое, в лёте, у каждого животного сила заключается совершенно в другом. В природе нет одинакового ничего, они все разные. У одного так, у другого так, в общем, то есть я еще раз говорю, я категорически противник. Вот они тянут там, садятся, в общем, этих родственных спариваний. По поводу раздвоенного пера, я же сказал, вот мне говорили тоже там, как бы старики говорили, что это от родственных паровок там получается так. Ну, в моей практике я сказал, что, ну, четверть века я веду, у меня 6-7-8 поколений, я пытаюсь, чтобы они не совпадали, то есть чтобы была чистая кровь. В общем, и есть у меня разрезные перья. Однозначно могу сказать, что к родственным парам это никакое отношение не имеет, потому что у меня их нету. Как и у меня их нету практически, если вы обратили внимание, чубатых голубей, нету желтых шеек, желтохвостых, нету лохмоногих. Я не любитель вот этих вещей, хотя есть у меня один голубь, вот этот кофейный голубь, там у него как бы лохмочки чуть-чуть на ногах, он с-под голоногих, там и дед, и прадед, и там бабки, и прабабка. Ну, получилось так, есть. Детей дает он опять же голоногих. Вот в этом году у меня из 150 штук вышли, по-моему, 3 штуки там этих, да, там лохмочки на ногах. Я в прошлый раз с Тепой разговаривал, он же занимается там по этому, да, по цвету, по красоте, там вот это. Да я ему задал вопрос, я говорю, сколько поколений может голубь передавать по цвету гену? Он говорит, 7. Я говорю, 10 поколений, я знаю, если помните, там была желтая шея у меня, печатная. Я говорю, у меня в голубятни нету желтых шеек, и я их никогда не держал. Я сказал, почему я их не держу, потому что среди этих голубей очень часто бывает недальнозоркость, и слепота даже, то есть вообще даже не видят голубей там. Вот эти гены в них совпадают. И у меня пескун вышел, вот это, да, отец чернохвостый, мать перая шея черная. В общем, одного брата, вот этот, который Ставрополь отправил, Диме там, вышел перой лохмочками, а другая была там, одна гнездка, печатная, желтая шея. То есть даже более 10 поколений гена передается. Я говорю, по чубатам так же, у меня нету, я не люблю чубатую птицу, у меня, ну, как говорится, как это, да, на вкус, на цвет товарища нет, вот, вот это мои капризы. Ну, по поводу того, что из ребят там пишут, там вот деды сказали, что, ну, старые, что нельзя в голубятни курить, полностью с тобой согласен. Ну, я курю очень много там, и критики я отношусь нормально, если я не прав в чем-то, да, там, ну, меня делают замечания, я это на штыки не воспринимаю. Ну, просто я говорю, что я курю очень давно и очень много. Ну, вот, зависает голубь на одном месте. Сейчас тайка к нему подлетит, уйдет, а он будет на одном месте. Ну, красивый. Посадка, ну, на него и направлю, пусть садится. По-моему, это мраморный голубь садится. Ну, особенно, когда вот у меня голуби болели, я говорил, я месяцами сидел в голубятне, в общем, часами наблюдал за этими голубями, там, ну, надо было мне... Ну, я человек курящий, очень много курю, я не могу не курить, я и в доме курю, там, да, это неправильно, ну, такой я. Должны же быть, у меня тоже какие-то минусы. У идеальных людей как бы не бывает, там. И вот, а так, конечно, вредно дым, там, никотин, вредно, там, и людям, и птицам, там, бесспорно, я с этим не спорю. Ну, вон там пять, это шестой сел, сейчас посмотрим седьмого. Ну, наверху, по-моему, штучек-три ушли, я их не буду ждать, это вот, который с этого. В общем, у меня на этот случай есть фонарь, я включу, они сядут. Ну, слава богу, хоть короткий ролик получился. Да, шесть с половиной минут. Ну, ничего, удачи, мои друзья, котенок мой, кошка там. За мной как собачка бегает. Гоняйте птицу, это лучший вариант, лучший способ для птицы.